Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. И сегодня я буду делать обзор своих покупок из магазина Ikea. Если вам интересно узнать, что это были за покупки, тогда я вас приглашаю к просмотру. Девочки, я хотела эти покупки совместить вместе с влогом из магазина Ikea, влоговым днём. Но я не стала этого делать, потому что получилось слишком бы много. И я решила просто немножко поделить для того, чтобы сэкономить ваше время и сделать вот так. Не знаю, понравится вам или нет. Тогда, девочки, начнём. У меня батарея садится и, наверное, буду урывками снимать, потому что что-то не клеится у меня никак съёмка. Вот, девочки, начну с покупок для ребёнка. Все мамочки знают, да и вообще все, мне кажется, уже знают, что в магазине Ikea есть детский отдел. И там продаются не только кроватки, не только постельное бельё, какие-то такие, знаете, расходники, но там продаются ещё и игрушки. И игрушки мне понравились. Они сделаны, есть из пластика, есть и не пластиковые. Вот меня привлёк, точнее нашего ребёнка, нашего Кирюха привлекла игровая зона, где были представлены, представлена, наверное, была железная дорога. И он так увлекательно там поиграл, наверное, минут 20 и мы решили всё-таки ему её взять, потому что, ну, слишком ему она понравилась. Мы взяли ему вот такие вот паровозики. Один уже отсутствует. Он утащил у меня. В общем, это паровозики на колёсиках. Они сделаны из дерева. Хорошего, кстати, качества сделаны игрушки. И скрепляются они магнитиком. Это, кстати, очень здорово в плане того, что... Ой. Так, вот. То есть абсолютно выдерживает и ребёнку очень удобно будет играть. В общем, вот такие вот паровозики. Они были вот такие вот, их было три штуки. Просто железная дорога, дополнительные детали в такой вот коробочке. И железная дорога тут с поездом тоже, с вагончиками. Мы ему, в общем, взяли. Сейчас мы уже распечатаем. Бегает со вчерашнего вечера. Просто прямо не дождётся, когда уже будет ими играть. Паровозики он открыл и уже пользуется. Вот. Мне понравилось тем, что, ещё раз повторюсь, сделана детская игрушка из дерева. Либо... Ну, сами паровозики сделаны из дерева. И очень качественно. Мне понравилось. Собственно говоря, для чего мы ездили в Икея. В Икея мы ездили за стулом, но маркетологи магазина Икея, они предусмотрели всё, что человек, если он едет за одним каким-то предметом, он всегда в корзину что-то накидает ещё. И там же мы для ребёнка купили вот такие вот контейнерочки. Вообще написано, это для детских разных мелочей. Сейчас мы вместе с вами откроем и посмотрим, что это такое. Вообще, как бы, они были представлены, что-то похожее, как бы, контейнер с крышкой. Родители, которые там бегали, они просто расхватывали, брали и по нескольку штук. Мне тоже стало интересно, что же здесь представляет. Достаточно хороший пластик сделанный, с такими вот ножками, для того, чтобы было удобно, по всей видимости. На крышке сделаны выемки, это для того, чтобы можно было друг на дружку ставить и чтобы они не скатывались. Крышечка сделана вот на таких вот, если будет видно, защёлках. И вот, собственно говоря, наш контейнерок, он очень плотно закрывается и при необходимости можно открыть и закрыть. Нам понравились, и стоило это по икеевским ценам, мне кажется, очень достаточно бюджетно. Здесь у нас представлено синие, такая салатка зелёная и белый контейнерочек. Это чисто мальчишечки. Были ещё, конечно, в розовых и красных тонах, но это для девочек. Нам понравились эти и для мальчика, и для мамы. И вообще можно даже девочкам, у кого нет детей, хранить какие-то свои косметические штучки. Мне кажется, это очень даже будет смотреться мило и аккуратно. Там какие-то фатные палочки, либо ещё что-то. Посмотрим, на что это будет. Следующее, что взяли для ребёнка, это очень, кстати, нужная вещь для, мне кажется, ребёнка для того, чтобы упростить его немножечко жизнь. Именно переход от горшка к чуть-чуть уже взрослому приучать его. И это, девочки, да, вот такая вот насадка на унитаз. Она, кстати, очень удобная. Я про неё вообще много слышала. Многие мамочки, мне кажется, поймут меня, почему вообще эта вещь очень нужная, когда мы ребёнку уже немножечко приучаем чуть-чуть становиться взрослее. Это вот, она выглядит вот таким образом. Здесь идут силиконовые такие вот накладки. И она просто ставится на вашу крышку унитаза. И простите за такие подробности. И всё очень удобно, комфортно. Кстати, пластик очень приятный. Прям, знаете, очень здорово сделано. С их лейблом. Тут отлеплять это всё нужно быть естественным. Его нужно помыть перед использованием. Вот так это всё выглядит. Очень, мне кажется, будет удобно его мыть, чистить. И хорошая вещь, которая, кстати, не пахнет пластиком, очень даже удобная. Вот. Следующее, что мы покупали, это были покупки уже для кухни. Это было небольшое количество посуды. Начнём с того, что я купила вот такие вот стаканчики. Их у меня целых 4 штучки я купила. Девочки, чем мне понравились эти стаканы? Во-первых, они комфортно держатся, лежат в ручке. Здесь есть 9 граней, сделанные из толстого стекла. И они вместительные. То есть, как бы такие увесистые и удобные. Мне кажется, в них очень комфортно будет пить сок, воду. Даже можно, мне кажется, попить будет какао горячее. Классные стаканчики, мне понравились. Не знаю, почему взяла 4 штуки. Если совсем уж понравится, возьму, думаю, доедем и ещё возьмём несколько штук. А так, в принципе, очень даже довольна. И это производство Made in France написано. Не знаю, почему, как бы давно не была в Ике. И у них на каждой прописано немножечко, ну, какое-то своё производство. Где-то российское, где-то французское. Но не суть. Следующее, на что упал мой взгляд, это были такие вот мисочки. И, не знаю, мне нравится вот такая вот посуда. И здесь я представляю, что можно кушать мороженое. Можно делать какие-то соусы. И сделать 4 штучки. Тоже, как бы, достаточно, мне кажется, удобно будет вообще на кухне. Тоже, также сделано из достаточно толстого стекла. Не знаю, насколько он прочный будет. Но всё же, хочу ещё что отметить, производство сделано в Made in Russia. Посмотрим, как будет дальше, разобьются или нет. Но цена была очень даже неинтересная. Вот, следующее, что мы купили, это был набор посуды. До этого мы уже покупали, это был вот такой вот набор посуды. Мы его ещё не открывали. Ой, какой он чужой выглядит вот так вот, в бирюзовом цвете. Девочки, я просто обожаю такой цвет. Нам вместе с супругом понравилось. Это что-то, знаете, такое необычное, интересное. До этого мы брали тоже такой же на 18, тут 18 предметов. 6 тарелочек плоских 27 сантиметров, 21 сантиметр тарелочка диаметр и миска 16 сантиметров. Могу сказать, что до этого, когда мы ездили в магазин Икея, это была наша первая поиска совместная с мужем, мы взяли там из тёмного вот такого, я не знаю, это керамика, стекло, ну, наверное, это керамика. Мы взяли её, там, по-моему, 2400 набор стоило, или 2200 из тёмно-коричневого материала. Нам очень сильно понравился, но по истечению уже, наверное, года три назад мы ездили за этим набором. Несколько мисочек мы просто разбили, и набор немножечко поистрепался. Этот набор нам понравился не меньше, чем тот. Выбор, конечно же, упал, потому что у него яркий цвет, он интересный, и думаю, нам будет также служить верой и правдой. Вообще наборы посуды и продумка, именно дизайнерская продумка посуды мне очень сильно понравилась. То есть там можно выбрать абсолютно праздничный какой-то вариант, достаточно такой, знаете, презентабельный, а можно выбрать ежедневный, повседневный. Нам понравилось, остановили выбор и купили его. Классный набор, который вот на меня просто устроил. Сейчас вот я думаю, под него подбирать какие-то интерьерные аксессуары на кухню, либо просто ставить таким ярким пятном, вот сейчас на летний период, и может быть, ну, придумаем, что с этим набором будет. Может быть, тот уберем и сделаем этот. Зачем же мы еще ездили? Ездили мы еще туда. В основном наша была поездка из-за стульчика. Мы долго думали, какой мы хотим домой взять еще один стульчик. Это, знаете, ирония такой судьбы. Мы хотели взять большой барный стул, но посмотрели, какие там барные стули. Они были очень сильно высокие, а стол у нас такой, знаете, как бы не очень высокий. А мне почему-то хотелось взять барный стол. Но барный стол мы не выбрали, без стула мы возвратиться уже не могли оттуда. И мы взяли вот такую вот скамейку, лесенку. В общем, это такая табуретка-лесенка. И взяли мы ее для нашего сына. Как видите, она расширяется к низу. Она сделана из дерева. У нее достаточно такая очень большая поверхность для того, чтобы присесть. Имеется выемка, чтобы ее можно было носить. И также здесь имеется вот такая вот ступенька. Почему мы, собственно говоря, взяли данную лесенку-тубаретку? Для того, чтобы наш... Так как у нас подрастает ребенок, и ему всегда интересно, мне в чем-то помогать, самому помыть руки, знаете. Ну, вот это просто любознательность и интерес ребенка к чему-то взрослому. И мы решили взять такую табуреточку. Она стоила, ну, не скажу, что дорого, но в принципе, как бы нормальная цена на нее. Потому что она сделана, повторюсь, из дерева, либо из отходов древесных, достаточно хорошо обработанных, склеенных. Собиралась она очень легко, и вообще она вписалась нам в интерьер. И для этой табуретки, на всякие пожарные, я взяла вот такую вот подушечку. Для чего я ее взяла? Потому что ребенок у нас ее облюбовал еще в магазине Икея, и я решила взять. Потому что у ребенка все равно возникнет мысль на ней сидеть. И я решила то, что возьму на пробу одну такую подушечку. Вначале хотела взять несколько подушечек абсолютно на все стулья, которые у нас есть дома. Но я не знала, как она себя будет вести при стирке. К сожалению, я не нашла на нее каких-то, знаете, положительных отзывов от продавцов, которые там были, они мне ничего внятно не могли сказать, как она будет себя вести после стирки. И мы решили взять просто одну на пробу, именно на вот эту табуреточку. Посмотрим, как она себя будет вести после стирки. Постиралась, если понравится, конечно же, доедем и купим. Потому что вот так вот сейчас в новом состоянии она достаточно очень даже приятная. лягкий такой материал у нее сделан. Ну, приятный на ощупь. Классная покупка, вообще удачная. Я довольна именно вот теми покупками, которые мы совершили. Потому что ничего лишнего и в то же время то, что было мне нужно. Следующее, что я не могла вообще пройти мимо, это, конечно же, так как у нас имеется дома кот находится. Ой, все-таки сяду поудобнее. Так как у нас дома кот. И я не скажу, что он там линяет у нас, а квартира в шерсти. Но промежутков от того, когда мы его вычесываем, бывает то, что он может посидеть на какой-то одежде. Один, два, три, пять волосков мы можем на себе увидеть. И поэтому, как бы, валик у нас просто необходимая вещь в хозяйстве. Такой вот валик с липкой лентой. Кстати, хорошие валики в магазине Икея. Несмотря на то, что они дорогие идут, на мой взгляд, по сравнению с теми, что мы можем купить в обычном магазине. Но здесь очень много листов. Их, по-моему, здесь 60 штук. И они вот одного листа хвалят для того, чтобы вам себя почистить. Поэтому хороший валик. И без него просто я тоже не могла уйти из магазина. И следующее, что мне сделали приятно, мои мальчики, сын с мужем, они сами выбрали мне вот такой вот замечательный, красивый цветочек. Это орхидейка. Я очень люблю данные цветочки. Не знаю, девочки, напишите в комментариях, кто покупал цветы в магазине Икея. Как они у вас себе вели, перебаливали они или нет. Потому что до этого я брала в магазине Икея юбку. По-моему, называется растение цветок. И что-то он у меня не прижился. Что-то не пошло. Видимо, мы друг другу не подходим. А здесь же мне было очень приятно, что супруг с сыном, они выбрали данный цветочек. Там было очень много, кстати, цветов орхидей. И они выбрали мне такую нежно-розовую с двумя побегами. Охидейки я очень люблю. Мне они нравятся. И к ним я прям, знаете, вступила такую какую-то нежность. Потому что это такой, знаете, хоть и цветок, говорят, поразит. Но он мне нравится. Следующее, что меня просто... Я не могла уйти из магазина Икея. И не купив этот, ну, конечно, как и любая другая девочка, которая любит этот магазин, и ей нравится. И мы все знаем, что в магазине Икея очень большой и хороший выбор свечей. Там просто, знаете, в отделе свечей благоухает. Там я захожу, у меня начинается кружиться голова, мне хочется взять, попробовать все. И зачастую, мне кажется, там можно просто потеряться. И вот вчера, когда мы делали покупки, я, девочки, потерялась. Мне очень сильно нравится ваниль. Об этом я говорю неоднократно. Я очень люблю ее чувствовать на своем теле. Я люблю кушать какие-то продукты с запахом ванили. Я люблю лосьоны, помады. Ну, с запахом ванили очень сильно люблю я этот запах. Мне нравится. Он мне близок. Но в этот раз, девочки, я... ну, знаете, как-то получилось так, что мой выбор остановился для... на свечке с нетипичным для меня ароматом. И это был, девочки, лимон. Это такая вот огромная свечка с тремя фитильками. Я еще не поджигала. Пахнет сумасшедшим, классно, цитрусовым. Знаете, мне даже кажется, это какой-то штрудель лимонный. Какой-то, знаете, вот какой-то пирог лимонный. Вот именно вот этим пахнет. Мне понравилось. И за счет того, что здесь три фитилька, сделана тоже из жаропрочного стекла. Я думаю, она очень хорошо впишется в интерьер. Единственное, что я не взяла под свечки, подставки, на которых они будут стоять. Но я думаю, в следующий раз мы обязательно сделаем и купим. Здесь, естественно, все можно вот эти вот спокойно отрывать, и она будет очень хорошо и гармонично смотреться. В квартире, в ванной комнате можно принимать с ней, мне кажется, ванну, и ничего нигде не будет страшно, что где-то накапает. Классная свечка, которая горит 25 часов. Такая вот у нее боковочка, крышечка, можно просто закрыть. Я уже все просто здесь оторвала. Вот такая. Ну, собственно говоря, вот, и, кстати, самый немаловажный фактор того, почему я остановила свой выбор именно на этой свечке, это было то, что даже моему супругу понравился данный аромат. И он сказал, да, классно пахнет, давай возьмем. И хочу сказать еще то, что вот эти свечки, они очень увесистые, я не знаю, сколько она весит, но прям вот ощущается в руках, и тем самым, мне кажется, проблематично будет ее просто как-то, чтобы она упала, с поверхности как-то скатилась, улетела. Следующее, что мы купили, это были тоже свечки, четыре штучки, вот такой вот набор. Это свечки, каждая свечка горит по 15 часов. У нас очень часто стали отключать электричество, и ребенок боится. Обычные свечки, которые продаются в магазинах, вот эти простые восковые, они почему-то очень быстро тают и теряют свой вид, и поэтому хранить их в холодильнике я не вижу смысла, потому что как бы, ну, захламлять еще и свечками в холодильнике, это будет перебор, потому что какую-то косметику я там тоже уже свою храню. Вот. А вот эти свечки мне понравились тем, что, во-первых, они небольшого размера, они горят по 15 часов каждая, и, ну, они очень, мне кажется, здорово смотрятся, и классно будут смотреться в интерьере, и по вечерам, даже если делать какой-то вечер со свечами, будет очень здорово. Ну, единственный, конечно, минус, в чем я сегодня уже осознаю, это то, что я не купила подставки под вот эти вот свечки. Но ничего страшного, думаю, в следующий раз, когда мы поедем, обязательно возьму. Ну, сейчас, в данный момент, пока справимся без них, если будут отключать, и вновь в свет. Вот. Это были, кстати, все мои покупки, которые совершала в магазине Икея. Девочки, если вам понравились мои немногочисленные покупки, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Большое спасибо, что вы со мной. Большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо большое за то, что вы подписываетесь на меня. Спасибо, что вы наблюдаете за мной, что вы пишете комментарии, ставите лайки. Мне это очень-очень приятно. Ну, вот, девочки, оставлю ссылки на свой инстаграм где-то здесь. Я вас всех люблю, целую. С вами была ваша Ира. Ваша Ира. До новых видео. Всем пока-пока.